Всем привет! Я уже отработала. Сегодня у нас четверг. Я дома и жду, когда привезут мебель. И чтобы время даром не терять, я готовлю обед. Или ужин для кого-то будет, или обед. Сейчас покажу, что готовлю. Будут у меня сегодня котлетки. Котлеты я буду жарить в духовке, но они такие нестандартные, не очень обыкновенные. Сейчас покажу, что буду добавлять. У меня килограмм смешанного фарша. Здесь грамм 50-60 овсянки. Я ее заливаю водичкой и оставляю немного набухать. В фарш я добавляю творожный сыр. Обыкновенный творожный сыр. Я добавлю 200 грамм. Пачки 200 грамм. Я их и сюда отправляю. Добавляю вот такую томатную пасту. Она острая. Можно кетчуп добавить. Я добавляю одну столовую ложку. Это будет очень вкусно. Затем зернистую вот такую горчичку. Ну, у меня здесь где-то 2 столовые ложки получилось. Нужно оставлять, чтобы немножко. Я добавлю всю. Так, что-то много грязных ложек получается. Посолю. Овсянка. Она вот такая меленькая, поэтому она очень быстро впитала в себя воду. Добавляю сюда. И теперь нужно тщательно вымесить фарш. Можете добавить еще любимые приправы, которые у вас есть. Там кориандр, там, я не знаю, красную паприку, еще что-то. Я больше ничего не буду добавлять, потому что паста у меня острая. В фарш я добавляю мелко нарезанную репчатую луковицу. Как можно меньше, но чтобы она была кусочками. Для тех, кто вообще не любит лук, можно не добавлять, либо перебить его на блендере, либо натереть на терке. Ну, вот как-то так, чтобы он растворился. Но без лука я считаю, что это практически не котлеты. Лук я добавляю к фаршу. И нужно будет очень тщательно вымесить фарш. Фарш готов. Я его тщательно вымесила, немного отбила. Панировка для котлет у меня будет. Здесь я смешала овсяные хлопья и панировочные сухари. Совсем немного. Пару столовых ложек сухарей и 3 столовые ложки, наверное, где-то так, овсянки. И теперь, просто слегка смочив руки водой, я формирую котлетки, выкладываю их на доску. А уже в последнюю очередь я буду панировать их в этой смеси и выкладывать на противень. Я уже здесь его подготовила. Котлетки запекаются в духовку. Разогрела ее на 200 градусов. Они получаются очень сочные, с пикантным таким вкусом. В общем, прикольные. Пока пекутся котлетки, я сделаю салат. Салат из свежей капусты, я ее уже нашинковала. Здесь у меня морковка, лучок, укропчик, соль. Должен будет еще лимон. Сделаю заправочку, растительное масло, чуть-чуть перчика. Самый обыкновенный капустный салат, но при этом он самый-самый вкусный. Я капусту сейчас немного присолю и обязательно хорошенечко помну, чтобы капуста пустила сок и этот сок нужно будет слить. Это как раз тот сок, который вызывает брожение в желудке. То есть он абсолютно не нужен в салате. Поэтому я сделаю так, чтобы капуста оставалась хрустящая, но при этом более мягкая. Морковочку на этот салат я натру на терке для корейской моркови. Пока капуста отстаивается, есть время приготовить все остальное. И точно так же сделаю заправочку сейчас. Для заправки я беру сок половины лимона. Должно получиться где-то 2-3 столовые ложки будет достаточно. К этому соку я добавлю совсем чуть-чуть сахара, буквально щепотку. Добавляю оливковое масло. Тоже 2-3 столовые ложки. Все нужно будет тщательно перемешать, чтобы сахар растворился. Капуста уже выделила стол. Я сейчас отожму хорошенько. Но это зрелище не очень приятное, поэтому я это сделаю без камеры. Нужно будет мелко нарезать укроп, лук. Все это добавлю к капусте с морковкой. Заливаю заправочкой, и салат должен настояться. Хотя бы полчасика. Я добавлю еще немного черного перца. Это самый простой, при этом очень-очень вкусный и очень витаминный салат, который только можно придумать. Он подойдет и к котлетам, и к шашлыку, к чему угодно. И, конечно же, можно еще совсем немного присолить салат, потому что та соль, которую я присаливала, она вместе с соком убралась из салата, и поэтому чуть-чуть присаливаю. Все. Оставляю салат немного настояться, как я уже сказала, полчасика приблизительно, и он совершенно готов. Потом нужно будет еще раз перемешать хорошенько, и все. Нам мебель привезли, нам мебель привезли. Наконец-то я такая радостная. Теперь осталось только собрать все это в удовольствие. О, здорово. Они сначала сказали, что они занесут только до двери, да? Видишь, какие дядьки хорошие. Занесли прямо в квартиру. По поводу мебели. Мы написали отказ, что мебель нам не нужна, больше ничего не хотим. Все, отказываемся. Буквально через несколько дней они написали опять письмо в ответ, что нет-нет-нет, все хорошо, мы уже договорились, все будет замечательно. Через пару дней опять написали письмо, что напишите нам еще раз, пожалуйста, актуальный номер телефона, мы его передадим доставщику, чтобы вы уже с ним договорились о термине. Написали номер телефона, отправили, через три дня, наверное, позвонили и назначили термин. И вот сегодня привезли мебель. Прям что-то невероятное. И также еще сегодня пришла посылка, долгожданная посылка, пришел Сережин подарок. Чудеса бывают. Мебель мы ждали с 27 апреля, а Сережин, ну, посылку Сережин подарок я заказывала где-то 17 мая, где-то так, вот. Все получили. И уже давно испеклись, что-то забыла заснять. Получаются вот такие красивого цвета, потому что здесь добавлена томатная паста или кетчуп, они вот получаются такие интересные на цвет, что мне нравится в котлетах, которые из духовки выжариваются и выплавляется весь лишний жир, вот. Но при этом они остаются очень сочные. Я здесь подготовила уже тарелочку, Сережа приехал с работы. Я покушала точно так же, только с одной котлеткой и салатом, а это для Сережи. Такие же кставлять не буду. Ну что, просто. Доча заказала сумочки, выбирает себе, а Тайсон коробочку примеряет. Ну, это великоватая такая, да? Что это за фирма? То есть, вот это куис. Нет, я опять неправильно говорю. Дейс. Тебе нравится? Не хотела такого розова. А на картинке нам было другого цвета? Угу. Ну, по размеру это прикольное. Тайсон, не усни там. Что, опять не то, что ты хотела? Вот это, наверное, для сравнения, мне кажется, что они практически одинаковые. Но это поменьше. Ты что, цветный видишь? Ну, мне нравится. Он может при дневном на солнечном свете будет по-другому смотреться. Ну, для меня это не розовый, для меня это какой-то крем и фарбы. Мне это нравится. Нет. Для меня это дороговато. А зачем ты ее раскручиваешь? Смотри. Я сегодня еще раз поздравляла Сережу с днем рождения. Вернее, мы. Потому что мы с дочей вместе заказывали. Сейчас покажу, что я ему заказала. Заказала вот такую мини-машинку для подстригания щетин. Грубо говоря, трехдневной. У него когда-то была такая, и он все вспоминал про нее. Я нашла похожую. Ну, он уже попробовал. Сказал, что вроде неплохая. Здесь еще две насадочки есть. У него очень такая чувствительная кожа. Большое раздражение после бритья. Поэтому он старается как можно меньше травмировать. И вот просто подстригает. Ну, вот такую штучку. Он хотел, я ему купила. Так, пробнички. Вот этот парфюм я попробовала. Очень такой прикольный мужской аромат. И древесина присутствует. И цитрусовые. И вот очень-очень вкусно пахнет. Черный не знаю, не пробовала. Почему-то лежит пробник тонального крема. От Ланком. И еще была очень удивлена вот тут такая брошюрочка. Я знаю, что я ничего такого не заказывала. Но в коробке оказалась вот такая водичка для ухода за кожей лица на основе водорослей. Будем пробовать, раз положили. Я правда была очень удивлена, что такое что-то большое я не заказывала. Так что поглядим. Водичка помогает коже регулировать баланс жидкости, влажности и жирности. Посмотрим, что это за такая водичка волшебная. Здесь в брошюрке ассортимент. Производство, кстати, Германия. Именно все продукты на основе водорослей сделаны. К Сережному подарку я ему заказала парфюм Хугабос. Когда-то очень-очень давно он охотно пользовался. И я почему-то вспомнила про него. Мне очень нравился этот аромат. Именно вот эта серенькая бутылочка такая, с серенькой пробочкой. И он тоже такой, о, говорит, прикольно. Вот этот парфюм я заказала. А к нему в подарок шел с дезодорантом. Тоже Хугабос. И вот большая часть подарка. Это машинка для струсти волос. Я Сережу стригу сама дома. И наша старенькая машинка стала, ну, как-то барахлить. Не очень важно, потому что часто ей пользуюсь. И поэтому приняли решение, что полезная вещь и на подарок прошу. И как бы, Сережа сейчас смеется, ты себе, говорит, подарок заказала. Написано, что это профессиональная машинка для стрижки волос. Она может и от розетки работать, и на батареях. То есть зарядить и работать. И, ну, вот такая машинка от Панасоника. Ну что, будем стричь сережку. Но он очень остался довольным подарком. А самое интересное, что это самый долгожданный подарок, который можно было только представить. Почти месяц. Подарок шел. Хотя заказывала на вот этом сайте. Мы там часто заказываем какие-то косметические вещи. Ну, вот, кстати, этот парфюм, в котором пробничек лежит. Ну, что могу сказать. Хорошо, что все пришло. И вот, кстати, скидочка. 10%. Это, я так понимаю, тетрадка с купонами для скидок. И вот, кстати, скидочка на этот сайт, где я заказала мебель. На чучки. Девочки, может, кому-то надо? На этом сайте можете заказать. Вот, пожалуйста. Гудшайн-код. 15% скидка. Я уж точно заказывать ничего не буду, поэтому вдруг кому-то нужно. Даже понятия имею, что это такое. Гудшайн-код.